Всем привет дорогие друзья, с вами Йорный, с вами на тестовом серваке прилетело письмецо счастье. Патч на 1.59, я его даже не заметил, представляете, 5 часов там назад. У меня уже на часах 12 часов ночи, и я его с вами разбираю. Не знаю, возможно вы уже на других ресурсах все почитали, но я все-таки запилю небольшой видос, и возможно он вам понравится. Ну а вы напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Короче, завтра 11.03 по местному времени у меня на Урале с 12 до 2 будет обновление. У вас по Москве это будет с 10 до 12. Дадут подарок 1200 кристаллов, и мы будем радоваться и хлопать в ладоши, как обезьянка. А потом идут вот эти по пунктам все дополнения и оптимизации. В общем, в первом пункте они написали, что добавят новое чудесное путешествие, называется глубины времени 3. Оно будет активно уже 21.03, в 5 утра у меня по местному, в 3 утра по Москве. Во втором пункте написано, что в шар путешественника добавят также глубины времени 2, то есть там были глубины времени 3, 1, а теперь также еще будет 2. Доступно тем, кто прошел 25 угловый 20 этап, а также закрыл последнее путешествие шарика, которое называется Туманный лес, хотя бы на 60%. Оно несложное, оно сейчас там самое последнее. Давайте я вам его сразу покажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. На 100% закроете вообще без балды. Вот оно, самое последнее. Идем дальше в письмо. Что там у нас следующее? Так. А, ну да, что типа было послаблением формирования противника на этапе 37.49 по этапу 37.52. Видимо, какое-то там прям жесткое и прийти не могут. Ну, надеюсь, что после этого теперь ребятам будет легче. Я пока туда не доходил, но на аккаунте Чоса прошел вообще без проблем. Ну, хотя 37 главу не правили никак, да, она как была, так и осталась. Послабление было вплоть до 36, но думаю, что теперь будет легче. Спасибо. В четвертом пункте говорят, что добавят какую-то функцию легендарных или типа каких-то там пиндатых медалей, ну, тут другое слово напрашивается, за заслуги в компании, в чемпионате легенда, также вот в рейтинге искаженного мира. И типа ознакомиться с этой функцией надо будет уже непосредственно в игре, и функция также будет доступна тем игрокам, или типа тогда, когда пройдет круг, видимо, подсчета вот этих рейтингов как раз-таки в искаженном мире. Ну, короче, бог с ней, с этой функцией. Ну, видимо, что эти медальки будут что-то давать, или за них мы что-то будем получать. Я надеюсь на это. Пятый пункт меня вообще порадовал. Тут, конечно, донатеры, наверное, пригорели, потому что как эта будет функция реализована, пока непонятно. И тут написано, что в чемпионате легенд теперь будет правило касательно какого-то боевого рейтинга. Его надо будет достичь для участия. А достичь, видимо, какой-то надо уровень прокачать, или занять какое-то определенное место. Герои будут сохранять возвышение, а уровень будет равняться 240-го. Но также написано, что повышение уровня возможно будет, и также будет отталкиваться от вашего резонирующего кристалла. И более подробная информация будет уже в игре, с которой мы ознакомимся завтра. Эту функцию мы разберем более подробно, потому что я думаю, что у нас появится возможность теперь биться с донатерами. И это радует. Возможно, там будут какие-то дивизионы. Ну, я надеюсь на это, друзья. Это чисто мое, знаете, такое как бы мнение или догадки, что такое будет. И это, конечно же, радует. Так, также в шестом пункте написано, что теперь вы можете с агильдийцами сражаться также в чемпионате легенд по внутренним вот этим правилам, которые сейчас я озвучил. В седьмом написано, что теперь мы можем покупать героев. Да, друзья. То есть теперь отруса, заурата, гвинета, нокитази и нару мы сможем купить в чемпионате легенд. Вот в этом магазине. Затем монеты, которые мы там накапливаем. То есть раньше мы покупали оттуда Аталию и Зижа, но первым и Зижа, а потом Флору, да, кто-то Флору, а потом собирал уже подземных и небесных. Но теперь таких хороших героев офигеть. То есть можно даже поменять немножко мету, потому что когда вы играете с самого начала, вы получаете гвинет за минимальный донат, а также теперь можете гвинет покупать оттуда. То есть вначале ставите список желаний гвинет, Белинду оттуда убираете и просто собираете гвинет, которая нужна в более поздней игре. Белка неплохая, но гвинет намного интереснее местами. А Ноки, который дает бафы, Тази, который кидает контроль, Нара, который тоже кидает контроль, вытягивая. Но Ортрус и Заурат, вот у всех пригорелок, кто Ортруса и Заурата, естественно, собрал. Да, интересно будет. В восьмом пункте написано, что теперь эти баночки дуры, а, слезы дуры, можно теперь будет продавать. Ладно. Ладно, спасибо. Мы так ждали долго эту функцию. Капец. Да. В девятом пункте написано, что добавить какую-то новую функцию гарнизона, она будет активна после прохождения шестой главы, ну, потому что там всего 40 этапов, 6-40 это и есть шестая глава. И теперь вы можете брать наемников у ваших друзей за какой-то типа пространственный камень на очень долгий период времени. На месяц, что ли, вы теперь можете взять наемников? Интересно, а где этот камень брать? Видимо, его будут давать или надо будет покупать в магазине. Тоже на это посмотрим. В десятом пункте написано, что исправлены типа реликвии в лабиринте. Есть у нас там такая одна реликвия, называется веревка раздора. Она как-то неправильно работала, теперь будет работать правильно. Ну и также усилили некоторые реликвии в зловещем лабиринте, который открывается после 26 главы, когда вы проходите там сколько? 30, да, раз по-моему лабу. И там уже лаба гораздо сильнее, где противники жесткие и, как правило, каждое там определенное количество дней у нас меняются вот эти дебафы, которые вы получаете за каждый этаж. Ну, в общем, будет забавно. Ну, а дальше идут уже исправления героев. Тут ничего жесткого нету, кроме, наверное, Изабеллы, потому что ее полностью переделали по визуальным эффектам, также исправили ее навыки. И я так понимаю, что она стала гораздо сильнее, потому что они также сделали послабление Королевской башни, также фракционных башен, в общем, этапов, наверное, кампании, где мы будем ее встречать. Ну и также добавили новое, вот это вот арена испытаний, где мы будем испытывать этого героя 12.03. Ну, потому что, видимо, Изабеллу все-таки переделали. Потом идет Грежил, у него поправили щит теней, он там как-то неправильно взрывался, также наносил урон и снижал восстановление энергии у цели. А, нет, просто снижал, типа, энергию у цели. Потом идет также Торрен, исправили описание порчи, его навык, помните, когда он кидает, и когда его бьют, он понижает здоровье той же цели, на которую кинул порчу. Вот, просто исправили описание. Больше ничего там не поправляли, слава богу. Потом идет Изиш, у него были исправлены тоже описания навыка Сабауми, и Заурат. У Заурата исправили ошибку временного разлома. Да. Ну, в общем, посмотрим, что там сделали с Изабеллой, потому что я ее постоянно скармливал, но на своей основе, в свое время я ее собрал, потому что думал, что герой хороший. Пока я ее не протестировал, также на других аккаунтах понял, что это полный шлаг. Ну, слушайте, ничего такое обновление, забавное. На этом все, завтра будем смотреть, всем спасибо за внимание, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok